Желтая лихорадка, малярия, дизентерия, брюшной тиф, мини-гококковая инфекция, гепатит А. Нет, это не перечисление названий фильмов ужасов. Этот список всего лишь малая часть того, чем могут заболеть туристы во время долгожданного отпуска. Не только самые распространенные в тропической местности, но еще и опасные болезни, которые часто заканчиваются смертельным исходом. Но паниковать и тем более отказываться от путешествия не нужно. Для того, чтобы отдых прошел максимально безопасно, врачи рекомендуют сделать профилактические прививки. Чаще всего можно подцепить различные лихорадки. Это, например, желтая лихорадка. Она распространена в Африке, в Южной Африке. Лихорадка Денге, тропические и субтропические регионы. Малярия тоже, тропики, субтропики. И эти все лихорадки обычно передаются насекомыми, конкретно комарами. И профилактика. Да, есть вакцины. Например, от желтой лихорадки можно привиться. И это обязательно, если вы планируете посетить неблагополучные регионы. Другая группа заболеваний связана с пищевыми, скажем так, инфекциями. Это ТИФ, это дизентерия, это гепатит А. То есть, все, что передается через грязные руки, через грязную воду, через загрязненную еду. И здесь важно мыть руки перед едой после туалета. Важно пить хорошо обработанную воду, желательно бутылированную, ну или как минимум прокипяченную. Ну и, естественно, например, не есть у уличных торговцев в неблагоприятных районах. Но то, что мы, в принципе, делаем и у себя дома. Ежегодно первые полосы заполняются новыми данными о вспышках тех или иных заболеваний в различных странах. От многих возможных заболеваний можно защититься подручными средствами и соблюдением основных правил личной гигиены. Мать руки, пить только бутылированную воду и другое. Но, к сожалению, есть заболевания, меры защиты от которых пока не найдены. Для многих, на самом деле, лихорадок на данный момент вакцин не существует. Тут уж нужно вести себя правильно. Это личная гигиена, борьба с насекомыми, то есть использование репеллентов, использование одежды, которая покрывает руки и ноги, сон под москитными сетками, как бы это не звучало смешно, но это реально защищает от инфекции. После определения с датами отпуска и выбором место необходимо первым делом изучить всю актуальную информацию, а именно эпидемиологическую ситуацию в стране, куда планируете отправиться. К любому путешествию нужно готовиться заранее, заблаговременно обсудить с врачами необходимость вакцинации или прием профилактических препаратов, собрать аптечку, средства защиты, репелленты в зависимости от региона. При необходимости стоит сделать несколько прививок, учитывая их совместимость. В первую очередь, это необходимо для собственной безопасности и безопасности ваших близких. Из-за того, что тропические заболевания не распространены в нашей стране, пострадавшие часто не понимают, что с ними происходит, и поздно обращаются за медицинской помощью. Если говорить про медицинскую помощь, то тут, конечно, нужно сначала проконсультироваться, особенно если вы планируете поездку в какие-нибудь экзотические страны, желательно проконсультироваться у врача, ну или как минимум у туристического агента, что же вас ждет там. Ко всему подготовиться нельзя, но если вы будете соблюдать простейшие меры личной гигиены и профилактики, в первую очередь укусов комаров, то, скорее всего, все будет хорошо. Если говорить о базовой аптечке туриста, то она должна быть, конечно, разнообразного содержания. Наиболее часто на отдыхе возникают проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Непривычная еда и вода могут привести к отравлению и расстройству пищеварения. Поэтому стоит взять с собой ферментные лекарства, средства с сорбционным и детоксационным свойствами, противодиарейные средства и препараты для восстановления естественной микрофлоры кишечника. Не менее важно взять средства оказания первой медицинской помощи при травмах – бинты, перекись водорода, бактерицидный пластырь, йод или зеленку. Следующий важный пункт – средства от аллергии. И никуда без обезболивающих и противовоспалительных средств. Взять с собой антисептик, чтобы обработать руки, обработать царапины, если они возникнут. Это такой стандартный совет, которому желательно следовать в любом из своих путешествий. Привиться от всего невозможно и не нужно. Тут именно нужно смотреть, в какую страну вы едете, и является ли эта страна эндемичной. То есть, есть ли там естественные инфекции, от которых нужно защищаться. Вот ряд стран, они обязывают, например, привиться от желтой лихорадки перед поездкой. Но этот список стран нужно смотреть перед поездкой. Есть прививки и от других заболеваний, от того же гепатита А, от гепатита В, который, правда, через кровь передается. Но нельзя тоже загружать организм бездумно. Нужно четко проанализировать, куда вы едете, понять, с какими рисками вы можете столкнуться, проконсультироваться с врачом. И в случае необходимости или в случае требования со стороны принимающей страны, то, конечно же, нужно привиться. Но заранее от всего не привьешься. Тут нужно, в первую очередь, следовать здравому смыслу, логике и рекомендации. Важно помнить, что некоторые прививки являются обязательным условием допуска иностранцев на территорию того или иного государства. Власти ряда стран при въезде могут потребовать представить международный сертификат о вакцинации против специфичной для данного региона болезни. Карина Саяхова, Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости.